Всем привет, с вами Дмитрий Калинин, и сегодня я расскажу вам о новом смартфоне Nokia 6. Признаюсь честно, для меня это очень волнительный момент, так как я был поклонником легендарной финской компании до тех пор, пока я не купила компания Microsoft, которая ее же и убила. Моим первым телефоном была легендарная кнопочная Nokia 3310, потом каждый год я покупал по смартфону или телефону от Nokia, и ровно 10 лет назад я купил свой последний смартфон от Nokia M95, который, кстати, у меня до сих пор отлично работает. В те годы Nokia была чем-то, как сейчас Apple, и когда я узнал, что компания H&D Global совместно с китайским производителем получила право разрабатывать, выпускать и продавать смартфоны под брендом Nokia, я был безумно рад возвращению любимой компании. В декабре прошлого года вышла кнопочная Nokia 150, в начале этого года сначала для Китая, а потом и для всего остального мира вышли три Android смартфона и обновленные Nokia 3310. И благодаря интернет-магазину BoomMarket я смог достать первый Android смартфон от Nokia, Nokia 6. Перезагрузка. Nokia 6 официально продается в России в прочной картонной упаковке, в которой чувствуется дух той самой Nokia начала 2000-х. Сравните с упаковками тех лет. Чувствуется какой-то общий стиль. Спереди такой Connecting People, сзади перечислены основные технические характеристики. Для RST все будет на русском языке, у меня просто максимальная версия с 4 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти для Китая. Что интересно, на штрих-коде указана страна Финляндия, родина Nokia. Но не обольщайтесь, смартфон собран на китайском заводе, так же как и iPhone. В комплекте идут документации, ключ для извлечения лотка. В отдельном боксе находятся наушники, кабель USB на microUSB и зарядное устройство без функции быстрой зарядки, но с повышенным выходным током 2 А. Больше в комплекте ничего не идет, хотелось бы, конечно, силиконовый чехол. Сам смартфон выглядит привлекательно, я бы даже сказал, дороже своей стоимости. Корпус монолитный, неразборный, выполненный из авиационного алюминия. Поверхность матовая и на ней совсем не видны жировые разводы. Красивые полоски антенн в стиле iPhone 7. Сзади камера на 16 мегапикселей, которая слегка выступает над корпусом. И двухцветная светодиодная вспышка. А также дополнительный микрофон и надпись Nokia. Все торцы плоские. Смартфон даже можно поставить на ровную поверхность. Спереди и сзади по всему периметру идет красивая металлическая фаска. И металл плавно переходит в скругленное стекло. Это Gorilla Glass 3, под которым скрывается 5,5-дюймовый IPS-дисплей. Фронтальная камера на 8 мегапикселей. Прорезь разговорного динамика. Датчики освещения и приближения. Индикатор уведомлений. И едва заметная надпись Nokia. Которая здесь смотрится очень органично. Снизу сканер отпечатков пальцев и две сенсорные кнопки с подсветкой. На нижнем торце мультимедийный динамик, который играет вместе с разговорным. Но об этом чуть позже. Разъем microUSB и разговорный микрофон. Сверху разъем под наушники 3,5 мм миниджек. На левом торце комбинированный лоток для двух nanoSIM-карт. Одну из которых можно заменить карточкой памяти microSD. А справа качелька регулировки громкости и кнопка питания. Кнопки металлические. Нажимаются со щелчком и не люфтят. Сборка вообще очень качественная. Смартфон такой прочный. Ощущается единым целым. Эдакий металлический брусок. Довольно тонкий для своих размеров. Всего 8 мм. Корпус слегка скруглен. Вес 171 грамм. Смартфон отлично ложится в руку, ощущаясь такую приятную прохладу металла. Правда края врезаются в ладонь. Кстати, смартфон не очень скользкий. В Россию Nokia 6 будет поставляться в трех цветах. Черный, серебристый и индиго. В мире еще будет медный цвет. Передняя панель всегда черная. Смотрятся все они отлично, но на серебристом вообще не видны отпечатки пальцев и царапины. Официально в России Nokia 6 будет продаваться только в версии 3 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти за 16 тысяч рублей. Но если вам нужна топовая версия с 4 гигабайтами АЗУ и 64 гигабайтами встроенной памяти, в интернет-магазине BoomMarket можно купить за 18 тысяч рублей. И за эти деньги вы не найдете такой же стильный смартфон в цельном металлическом корпусе с такими же характеристиками. В Nokia 6 установлен 5,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD и плотностью точек 401 ppi, защищенный скругленным по краям стекло Gorilla Glass 3 с прекрасным олеофобным покрытием. Боковые рамки умеренные, а вот отступа сверху и снизу могли бы сделать и поменьше. Экран мне очень понравился, он яркий, контрастный, с широкими углами обзора, правильной цветопередачей и неплохими антибликовыми свойствами. Максимальная и минимальная яркость, очень комфортные как на улице, так и в темном помещении, от экрана глаза не устают. Видимо поэтому здесь и нет ночного режима, который уменьшает нагрузку на глаза. И здесь даже нет возможности подстроить цветовую температуру. Но к чести сказать, по умолчанию она выставлена как надо. С цветопередачей полный порядок, в настройках для разработчиков вы можете включить режим sRGB, но так как по умолчанию экран уже настроен в цветовом охвате sRGB, то ничего не меняется. Давайте посмотрим основные цвета. Итак, белый цвет очень яркий, подсветка равномерная. Под углами цвет не меняется, оставаясь всегда белым. Остальные цвета естественные, спокойные. Экран очень яркий, видимо из-за этого черный цвет не очень глубокий. Но это видно только в полной темноте, при вот таком отклонении экран слегка выбеливается. Экран распознает 10 одновременных касаний, дисплей с хорошей отзывчивостью, режима работы в перчатках здесь нет, поддержки на экранных жестов тоже нет. Но в целом для своей цены экран просто супер. Он четкий, яркий, красочный. А на большом экране удобно смотреть видео и играть в игры. Тем более, что звук здесь просто отличный. В Nokia 6 установлены два динамика, мультимедийный на нижнем торце и разговорный спереди. И, например, при просмотре фильма или при прослушивании музыки играют они одновременно. Но не обольщайтесь, стерео здесь не настоящее. Просто при выводе звука на один из каналов другой немного приглушается. И наоборот. Послушайте тест-стерео. Играют все-таки оба динамика. Нижний выдает более сочный звук, а верхний только средние и верхние частоты. Тем не менее, звук здесь отличный, громкий. Задействован специальный усилитель. И в рекламе вам говорят, что поддерживает технология объемного звука Dolby Atmos. Но, как вы сами понимаете, на этих двух динамиках это невозможно. Хотя, при включении данной функции звук действительно становится приятней. В Hi-Fi наушниках звук очень хороший. Слышен весь спектр частот. Хрипов и искажений нет. Но лично мне громкости недостаточно. Имейте в виду, что усилитель работает только для динамиков. Комплектные наушники лучше сразу кому-нибудь подарить и слушать звук в нормальных наушниках. Так как звук здесь тихий и плоский. Имеется FM-радио с поддержкой RDS, который работает при подключении наушников. Музыкальный плеер здесь по умолчанию Google Play Music. А вот диктофоны из коробки не предустановлены. Но я думаю, что это не проблема. В Google Play Market вы можете скачать любой диктофон. При разговоре по телефону качество передаваемой речи хорошее, без посторонних шумов. Но хотелось бы динамик чуть погромче. Записи телефонных разговоров здесь нет. Звонок громкий, на улицу вы услышите точно. К тому же есть вибро. В Nokia 6 сканер отпечатков пальцев встроен в сенсорную кнопку домой. Она узкая и слегка смещена вниз. Тем не менее, пользоваться сканером удобно, работает он хорошо, быстро и точно, практически никогда не ошибается. И для разблокировки достаточно просто прикоснуться к сканеру. Тут главное тщательно ввести отпечатки пальцев. И так как один и тот же палец повторно ввести нельзя, постарайтесь все сделать с первого раза, прикасаясь пальцем со всех сторон, чтобы добиться идеальной работы. Всего можно ввести до 5 пальцев. И так как здесь установлен Android 7, сканер можно использовать в различных приложениях для идентификации и оплаты. В моей модели NFC нет, но на официальном сайте Nokia модуль NFC указан. Следовательно, будет работать Android Pay, если это, конечно, не ошибка. В Nokia 6 установлен 8-ядерный 64-разрядный процессор Snapdragon 430, который был представлен 2 года назад. Я не знаю, чем руководствовалась Nokia, но за 16 тысяч рублей хотелось бы, ну хотя бы, Snapdragon 625. За обработку графики отвечает графический процессор Adreno 505. Оперативной памяти в моей модели 4 гигабайта, она медленная, LPDDR3. В России будет продаваться версия с 3 гигабайтами ОЗУ. Встроенной памяти у меня 64 гига, и она на удивление быстрая. Посмотрите, например, на скорость записи. Для России будет версия с 32 гигабайтами встроенной памяти. И если вам и этого будет мало, можно расширить память карточками microSD. В синтетических тестах смартфон не блещет. Antutu выдает менее 48 тысяч баллов. При повторном тесте такой же результат. Мультиплатформный тест Geekbench 4 на одном ядре показывает 660-670 баллов. А в мультипроцессорном тесте выдает более 2800 баллов. В графическом тесте 3DMark Unlimited значение всего 9500 баллов. А в тесте Epic Citadel, правда в режиме Ultra High Quality, значение 38,5 фпс. Что удивительно, видимо, благодаря Android 7.1.1 интерфейс работает плавно, почти без лагов. Но вот бывает изредка что-то проскакивает. Приложения запускаются довольно быстро для смартфона данного ценового диапазона. Все пролистывания довольно плавные. Например, посмотрите пролистывание в ленте Twitter. Здесь чувствуется какое-то специальное такое замедление, как в смартфонах Meizu. Давайте посмотрим еще пролистывание ВКонтакте. Заодно посмотрим, как быстро запускается ВКонтакте. Вот как вы видите, все пролистывается очень и очень плавно. А теперь посмотрим производительность в тяжелых играх на примере World of Tanks. Убедимся в том, что графика у меня выставлена на максимум. Я вам покажу начальную температуру 37 градусов и начинаем бой. В процессе игры можно будет отслеживать производительность. Вот здесь вот в нижнем правом углу будет отображаться значение фпс. Так что смотрите внимательно. И все неинтересные моменты я буду, как обычно, вырезать. Итак, бой начинается. Значение 25 фпс. Хочу обратить внимание, что значение фпс сильно зависит от карты. Например, в картах, где очень много травы, значение фпс, ну, где-то 25-30 фпс. А если вы играете на городских картах или на песочных картах, то значение может подняться даже до 40-50 фпс и играть очень комфортно. Сейчас чувствуются небольшие такие притормаживания. Значение фпс находится на пределе, 26 фпс. И давайте посмотрим, как будут обстоять дела в бою. Значение 31 фпс. Попробуем спрятаться. В перестрелке 28 фпс. Меня убили. И посмотрим сразу же, каково значение температуры. Она равняется 39 градусов. Смартфон стал чуть теплый. И тепло рассеивается по всему корпусу, снизу чуть холоднее. Ну и буквально минутку покажу производительность в зомби-шутере Dead Trigger 2. Посмотрите, графика у меня выставлена сейчас на максимум. Пошли вперед. Все довольно плавно и хорошо. В бою. Все эффекты есть. Все двигается плавно. Есть. Перебили все. Как вы видите, здесь ничего не тормозит. Все хорошо и плавно. Играть очень комфортно. И графика действительно впечатляет. И все. Задание выполнено. Сразу же интересно, какая сейчас температура. Она равняется 41 градус. Что меня особо радует, что в обычной работе и в легких играх смартфон вообще не греется. Да и в тяжелых играх, как вы видели, температура растет максимум до 41 градуса. И больше не растет. Ну что ж, как вы сами видели, производительности Snapdragon 430 и 4 ГБ оперативной памяти впритык хватает для игр. Но благодаря последнему Android с повседневными задачами смартфон справляется хорошо. И на этом я заканчиваю первую часть подробного обзора смартфона Nokia 6. Во второй части я расскажу о коммуникациях, камерах, батарее, оболочке и подведу итог. А на сегодня все. Не забывайте ставить большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, на мои социальные сети Twitter, ВКонтакте, Instagram. Там много всего интересного. Пишите ваши комментарии, делитесь ссылкой на это видео со своими друзьями. С вами был Дмитрий Калинин. Продолжение следует. Всем привет, с вами Дмитрий Калинин. И сегодня я расскажу вам... Каждый раз, когда я сажусь записывать обзор, у меня начинают сверлить, пилить, выбивать, кричать, играть на всяких музыкальных инструментах. Всегда.